Друзья, всем здорова! Всех с Новым Годом! Я не сдох, поэтому очередной обзор. И посмотрите, что у нас сегодня на обзоре. Сказал, как будто здесь что-то такое, да? Здесь Peppy Jeans London. Ну, знаете, я вам скажу, я первый раз общаюсь с этим брендом. Я думаю, вы вообще тоже не знаете, что за кроссовки, потому что бренд из названия, понятное дело, связан с джинсами. У меня джинсов целый ноль. Возможно, у вас есть от этого бренда джинсы, напишите, как они хороши или плохи. Но у меня нихрена нет, поэтому я делаю обзор на кроссовки. В принципе, кроссовки мне обошлись всего-навсего в 15 долларов, плюс доставка и того, в общем, было 20 долларов. Я так, когда сделал вот эти все скидки, как я обычно делаю на ebay, вышло вот 15 баксов на сами кроссовки. И я думаю, блин, хуи с 15 долларов гулять так гулять. Достал все свои деньги и купил одну пару. А пара у нас сама называется Tinker Pro 73. Я увидел слово Pro и я понял, что это не простые кроссовки, а, наверное, золотые. Когда открыл, первый раз офигел, думаю, нихрена себе. Это вот вроде какой-то сток, да, как мне показалось. Но на картинке я видел, что эти кроссовки легко сконкурируют. Там даже убьют все там New Balance 574, либо Classic из говеных материалов, которые сейчас делают Adidas ZX 700, 750. Ну и сок они там, джазы и вот им подобные. Ну и сейчас давайте посмотрим. Не, черт возьми, неудобно за стулом. Я привык на балконе. Ребята, это все не то. О, картонка разделительная, как вот на Timberland. Кстати, Timberland, забегая наперед, зимние 400-граммовые я продал. И вы увидите, почему и почему, и что я купил им на замену. Ну, это вот, это нормально. Пакетики. Каждый кроссовок в пакетике, упакован. И тут, знаете, что написано? Я думаю, вы, может, там разберете, что написано, что-то с детьми связано. Типа, опасно, что дети могут съесть тебе, что они, ну не знаю. Короче, напишите в комментарии, там, что я переводить не буду. Упаковано все, все хорошо, шикарно. И вообще не припомню, чтобы кроссовки так упаковывали. Тем более, такой малоизвестный бренд. Кстати, 100 долларов, 120 долларов и 140 долларов есть вот такие вот кроссовки. Только по периметру кожа гладкая. И они стоят дороже. 140. Эти 100, где-то на наши деньги по 8, по 10 тысяч рублей. У нас вообще не припомню именно эту модель. Хотя Pepe Jeans есть на Вальберис и на Азоне. Вообще сейчас по скидкам, что-то по 2 с чем-то, по 3 с чем-то. Но другие модели. И отзывы противоречивые. Там, знаете, люди клеи видят, как обычно, неровные швы. Ну вот, и что-то рвется у них. И не знаю. Но это другая модель, поэтому я взял их на обзор. Я думаю, есть же у нас, наверное. А вот именно таких нету. Ну, давайте посмотрим. Картонка. Картонка. И все. Что-то странные какие-то этикетки здесь. Просто, знаете, как бумажечки какие-то. Как на ярлыках от футболок. Ну, не стирать написано. Короче, не стирать, ребят. Не стирайте кроссовки. А это что такое? На арабском? Ой, е-мое. Давайте не будем. Ну, что-то я не понял, на каком это языке. Чайно. Текстиль, кожа. Ну, там на каком-то, ну, явно не английском языке. Ладно. Это вы все поняли. Все. Отложим все вот это дело. Это все хорошо, красиво. Давайте только вот так вот оставим, чтобы было хоть какое-то напоминание. Что за кроссовки у нас? И вот сами кроссовки. Внутри кроссовок еще вставка. Rockport обычно так делал. Ну, да, 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 неплохо. Ладно. А тут что еще такое? Наклейка еще с материалами, опять же, какие здесь материалы у нас. А вот этого типа не хватает, что здесь написано. Надо еще такую наклейку. Короче, не поскупились на наклейки, на побрякушки всякие. Ну, посмотрим, поскупились ли на материалы они. Шероховатая кожа. Хорошего качества. Сами посмотрите, на ощупь мягкая, приятная. Ну, скажу спилок, заплюют, скажут не спилок, замша. Скажу замша, скажут не замша, а велюр. Короче, шероховатый натуральный материал. Очень хорошего качества. Посмотрите, просто дико приятный на ощупь. Мне это нравится. Мне не нравится вот этот текстиль. И, знаете, вот этот типа камуфляж, ну, как бы тоже, но 15 долларов. Кому-то, кстати, нравится. Может, такой дизайн, что там камуфляжные ставки и так далее. Ну, здесь вот эти натуральные материалы и нейлон. Здесь вообще какой-то вязаный текстиль. Знаете, как вот на кроссовках. Вот Пума делает типа вязаный, да, у него не получается вечно у Пумы. И вот что-то под вид этого. Изнутри такой текстильный мягкий подклад. Не знаю насчет вентиляции. Но, виднеется мне, это плюс 10, плюс 15, плюс 20. Вот если вы сейчас увидите, что что-то там паропроницается, как-то я вот сказал, нелепо. Но, если вы увидите пар какой-то, то, значит, ну, есть вентиляция еще кое-какая. Интересно, сделано неопреновый носок. Вот, 73-й год, кстати, да, 73-й год неспроста написан. Это дата основания бренда. Бренд Великобритания, Лондон. И вы все это уже поняли. Итак, Атлетик Спорт надписи. Здесь люверсы металлические, два штуки. Шнурки круглые, тянутся, мне кажется, немножко большеватые. Но так, в принципе, качество довольно-таки неплохое. Неопрен как носком сделан. Я вот такие фигни обычно не люблю. Как-то потом будет проблематично все это мыть. И смотрите, как сделано вообще. Просто нестандартно. Мне не нравится неопрен тем, что он скользкий. Это все вот здесь будет скользить. Посмотрите, пятка вроде неплохая, да. Ну, есть такая небольшая набивка. Стабилизации ни хрена нет. Заметим это. Это вообще просто хренотень, да. И вот здесь вот все скользко. Скользко, и мне это уже не нравится. Вот именно это не нравится. Так кроссовки по материалам хороши. Промежуточная подошва. Глянем. Ну, она, в принципе, такая в средней жесткости. Даже чуть выше средней. Здесь пластиковая вставка. Ну, мне понравился протектор. Он необычный. При том, что, смотрите, с долей агрессивности. Да, интересно. Ну, нестандартные. Обычно на такие кроссовки такой протектор не делают. Но здесь сделали. Почему бы и нет, да. Стелька у нас. Ну, вы видите, да, что это Orpholite. Зачем же вы черти приклеиваете? Я знаю, зачем приклеивают. Потому что стелька, она идет прямая, без закругления. И поэтому все-таки стельки приклеивают, чтобы они типа не ходили ходуном. Но на самом деле эти стельки не ходят ходуном. У меня есть куча стелек прямых. Никаких проблем нет. В Китае все сделано. 42 и с 9. Ну, должны мне чуть-чуть большеваты быть. Да, кстати, посмотрите, обратите внимание, как они наклеили четко. Просто вот эти резиновые свои логотипчики. Мини-логотипчики. Никакого клея. Просто все четко, шикарно. Вообще офигенно. Знаете, не заляпали все в клею рядом. Просто вот взяли и налепили. Ну, красавцы. По исполнению. Ну, я вот смотрю, смотрю, смотрю. 5 баллов исполнения. Вообще. Сделано вообще. Вот именно вот это. Не знаю, может мне вот так вот повезло. Мне обычно не везет. Но вот эта пара сделана просто шикарно. Ну, эти кроссовки, наверное, нужно показывать с джинсами. Да, или с чем-то подобным. Но у меня есть абсолютно легендарные мои рибаковские штаны. Как они там, джогеры или как их там называют? Не знаю. Ну, чуть зауженные. Они вообще подходят к любым кроссовкам, сапогам, ботинкам. Просто вот когда-то косарь за них отдал. Нисколько не жалею. Большая часть показов на ногах была сделана с помощью этих штанов. Кроссовки. Знаете, легенькие вообще. Сейчас увидите вставку с весом. Они, наверное, в районе 300 грамм будут. Ну, на ногах вообще кажутся такими легкими. При том, что здесь натуральные материалы. Как и сказал, тут, блин, ума много не надо, чтобы что-то говорить. Нога вылетает. Мне они большеваты. Посмотрите, большой палец где? Вот здесь. Тут стелька явно где-то 27,5 будет. Тем более натуральные материалы. На широкую стопу всяко пойдут. У меня потому что запас здесь есть. Ну, вот здесь вот. Поэтому у меня вся нога выскакивает. Шнурки. Мне кажется, они не подходят. Сюда они, во-первых, длинные, тянутся. И сами по себе, вот как на трекинговых ботинках, они толстые. Их нужно убирать, скорее всего. Благо, есть куда убрать, да. Но кто-то мне вечно говорит, это типа так и красиво смотрится, когда вот так вот шнурки нафиг ты убираешь. Если шнуровать, как обычно, будет развязываться миллиард раз. То есть, ну здесь что-то трешанули. Ну, а так, что могу сказать. Нормальные такие. Блин, если сказать, что 15-20 долларов, ну, они офигенные за этот ценник. За 100 долларов жизни бы не купил. Ну, опять же говорю, если сравнивать с конкурентами, у конкурентов материалы не лучше. То есть, исполнение не лучше всякое. Вот этот сухой спилок на New Balance 574, как наждачная бумага на большинстве кроссовок. Что делают там нарибок, классик. Сейчас вот это, ну, говно там какое-то фольгированное. Это вы и так прекрасно знаете. Здесь еще типа уклон, что типа на вентиляцию. Но я еще, по крайней мере, я не знаю. По сгибаемости все хорошо гнется. Тут все как бы проваливается. Амортизация есть. Вывозит еще Warful Light. Так хорошие. Нигде не жмет, не трет, не давит. Вот это все классическая моя фраза. Нога не заваливается. В принципе, они нормальные сбоку. Сейчас посмотрим, как они смотрятся. Так нравится. Вот такой вот обзор. Такое первое знакомство. Всем спасибо за внимание. Всем пока.